Отдельно лежала башня, отдельно корпус Не было ходовой части, образцов, макетов вооружения и так далее Плюс он был обложен, до сих пор он был обложен бетоном Мы его сделали, установили на место башни Оборудовали макетами вооружения, установили ходовую часть Первый советский танк, имеющий два названия МС-1 или Т-18 Вроде бы отслужив свое, опять оказался на войне Только теперь воюет не он, а за него Нешуточная борьба разгорелась между главой Барабашского сельского поселения И командиром 70-й отдельной мотострелковой бригады Первый хочет видеть танк памятником в селе и говорит, что он бесхозный Второй памятником воинской части и утверждает, что танк был украден Осенью прошлого года он практически был подарен поселению Для того, чтобы установить его на въезде в Барабаш И в дальнейшем создать мемориал небольшой с историей Барабаша Но почему-то пошли препятствия со стороны командира бригады В чем причина, лично я не понимаю По словам Бориса Батоева, танк изначально находился в поселке Новогеоргиевка В декабре 2009-го он был демонтирован и перевезен в уссурийский гарнизон Полтора года танк находился в уссурийске в разобранном виде Борису Батоеву лично делали замечание с просьбой убрать или спрятать его В итоге военный принял решение перевезти танк в Барабаш И восстановив, сделать всеобщим достоянием Военное имущество должно быть возвращено в воинскую часть Это военное имущество Он стоял в парке на постаменьке В парке боевых машин В уссурийске Здесь, в Барабаше Командир бригады утверждает, что танк никогда не был грудой металла И всегда стоял в воинской части в опрятном виде И более того, вся необходимая документация на танк имеется По словам же главы поселения У бесхозного танка нет документов Он был восстановлен собственными силами и средствами Для него был сделан пьедестал при въезде в поселок И 7 мая танк занял свое почетное место Не прошло и суток, как от комбрига поступил приказ демонтировать боевую машину В страхе за сохранность военного достояния Танк было решено перевезти на частную территорию Говорят, что вот он при въезде, где пост стоял Как памятник, вот этот танк стоял Там как раз насыпь такая есть и плита лежит Да 4-6 часов 4-6 часов, так точно И потом по вашему приказу его убрали? Никак нет Вот оттуда уже его товарищ Ну, я не хочу Как предполагает Валерий Колесников Глава Барабашского сельского поселения Возможной причиной конфликта может быть желание некоторых подзаработать Я лично слышал несколько раз цену этого танка как раритета Я слышал цену от 200 тысяч рублей до 70 тысяч долларов В последнее время, в связи с развитием таким бурным, еще раз повторяю, развитием событий Я считаю, что за него, наверное, получена уже какая-то сумма Ко мне обращались лично предприниматели Это с Краскина, с Пасьета С Находки приезжали Даже с Аксениевой приезжали ко мне С Владивостоковой приезжали Обращались ко мне с Уссурийска С просьбой его продать Сумму мне предлагали до 100 тысяч рублей Мы слышали такие версии Всевозможные, что возможно его вообще планируют продать Куда-то в частные коллекции Неужели вы думаете, что я бы пригласил представителей военной контрразведки, которые контролируют меня Для того, чтобы забрать танки и продать частную коллекцию Пока идет дележ танка, ветеранам обидно за патриотическое воспитание будущих поколений Мол, все продадут, никакой памяти не останется Вроде бы и не жили, вроде бы и не было войны Это наша хасанская земля Хасанские события 1938 года Почему память об этом не должна находиться на нашем поселении Вчера была партийная конференция в Славянке И делегаты конференции тоже все единогласно подписались под письмом Защиту этого мемориала И я думаю, что мы с помощью выйдем на командование Бригады, которая расположена на это, попросили Чтобы все-таки они посмотрели и оценили ситуацию И все-таки нормальным образом было завершение Все-таки, я говорю, мемориал должен быть Это, я думаю, наша обязанность Если кто-то это делает, мешать этому нельзя Искать какие-то формальные признаки Это можно и нельзя Тут, как говорится, торм неуместен в этих ситуациях Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому